Это семья Ивановых. Анна Петровна, Зоя Федорова, Иван Иванович, Сергей Плотников и их дети Ирина, Маша, Наташа и Юра, Ада Шереметьева, Арина Олейникова, Таня Байбакова и Валерий Казинец в фильме «Улыбнись соседу». С удовольствием! «Улыбнись соседу» «Улыбнись соседу» «Улыбнясь соседа» Он friendly andasses of estado «Неужели это дарят?** «Насоседа умеется в филдополе» «Неせ, не словно не pizzая!» Давай, давай, на меня! Так, на меня! Молодец, молодец! Ребята, давайте, давайте, ну, Вася, давай, закрывай, так подожди. Кажется, я не в форме. Здравствуйте, ну вы подумайте, весь шкаф наш разбил. Да не переживайте, не переживайте. Здрасте, девушка, вот артист. А мы знаем его, он что, тоже тут будет проживать? Не будет, уже проживает, а вы сами из какого театра будете? Ни из какого. Из ансамбля, значит. Еще чище. Тогда ордерочек ваш покажите, я управдом здесь. Пожалуйста. Так, так вы не артист, значит? Не артист. А супруга ваша, дети тоже не артист? Обыкновенная супруга и дети обыкновенные. Как же вы здесь проживать собираетесь? Как все нормальные люди. Как все нормальные люди. Счастливого новоселья. Воню-то. Хором отхватили. Папа, ты перевал стал. Стало быть, это черновое новоселье. А настоящее мы по всем правилам закатим. А ты много не пей. Слово старше моего нового. Валя, скажи что-нибудь. Значит так. Вовремя. Значит вот так. Ничего особенного. Дом новый. Кругом новоселье. Валя, где мы живем? Юра. Где мой мундир? Валя, где мы живем? Здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то. Вы бы еще ночью пожаловали. Извините. А вы еще и милиционер. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Вы что, в кабинете устроили ванную комнату? Нет. Это я в ванной комнате устроил себе кабинет. Извините, пожалуйста. Пожалуйста. Только этим не спасаешься. Пац. Ну-ка, приступим к делу. Что вас особенно волнует? Меня, собственно, ничего не волнует. Как так? Вы знаете, я бы еще и не это мог выдержать. Ну, знаете, вашей нервной системе можно позавидовать. Стыдно, молодой человек, не учить уголовное право, да еще прикрываться милицейской формой. Как это? Вот я влюблю вам еще один неут, да еще позвоню в ваше отделение милиции. Что вы улыбаетесь? Я совсем по другому поводу. Вот в чем дело. А хвост? Вы, очевидно, принимаете меня за своего студентства. Совершенно верно. А я, к сожалению, не учусь на юридическом. Да? Так это значит недоразумение. Ну, конечно. Ну, извините, пожалуйста, я на вас накричал. А почему вы не учитесь? Надо учиться. Поступайте на вечернее. Я буду у вас читать уголовное право. Вы знаете, что это такое? Знаю. Что это такое? Уголовное право это... Поэзия. Поэзия? Молодец, молодец. Ну, давайте знакомиться. Доктор юридических наук, профессор Вершинин Игорь Алексеевич. Старшина 119-го отделения милиции Юрий Иванов. Очень приятно. Проходите, пожалуйста, я вас познакомлю со своими. Проходите, пожалуйста. Варюша, это моя жена. Представь себе, этот молодой человек, Юра Иванов, тоже считает, что уголовное право поэзия. Вечно ты сравниваешь поэзию с какой-нибудь чепухой. Ну, Варюша. Проходите, пожалуйста, садитесь. Пожалуйста. Это наш сосед Валерий Рогов. А это наша дочь Лариса. Лариса, еще раз закрепим это па. А вы, собственно, ко мне по какому поводу изволили пожаловать? Я? Я по поводу некоторого шума. А, вы знаете, я тоже мученик. Очень певно. Что? Меня всю жизнь преследуют эти па-де-де, па-де-труа. Деметрической или кратной прогрессией называется такой ряд чисел, такой ряд чисел, которым каждое число, начиная со второго, которым каждое число, начиная со второго, равняется предшествующему. Наталья, мимо, мимо ушей эту песню. Ну, что за дом такой? Ни одной песни до конца дослушать не дадут. А тебе хотелось, чтобы тут было, как по заявкам радиоуслушателей. Наташ, учи. Не могу я в этом доме заниматься, понимаете? Не могу. Заниматься можно в любых условиях, было бы желание. Ну и пожалуйста. Наташа, ты куда? Угу. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА